Здравствуйте, Марина Николаевна! Наша с вами, можно сказать, уже традиционная встреча в преддверии новогодних праздников. И сегодня мы напомним нашим телезрителям о том, что они могут сделать для себя любимых в преддверии таких долгих, скажем так, прожорливых выходных. Новогодние салаты и прочее грядут уже не за горами. Как себя обезопасить от того, чтобы набрать лишний вес и получить другие проблемы со здоровьем? Вот чем могут помочь специалисты вашего центра? Ну, поскольку основное направление нашего медицинского центра все-таки проблема ожирения, то как раз хотелось бы поговорить об этой проблеме. К сожалению, многие воспринимают ожирение скорее как эстетическую проблему, а не как проблему медицинского характера, который требует специального лечения. Так вот, медицинский центр «Вера» как раз занимается этой проблемой довольно успешно, более 20 лет. И мы не только лечим эту проблему, мы учим во время лечения, как построить свое питание таким образом, чтобы быть сытым, есть вкусно и при этом не набирать лишние килограммы. Конечно, удержаться от застолий, от того изобилия еды, которое, как правило, бывает в Новый год, очень сложно. Но если уж вы чувствуете, что вы в Новый год себе позволили больше, чем обычно, значит, вы потом правильно построите свое питание. Просто дробно питайтесь. И если сегодня был очень калорийный стол, то на завтра у вас дробная малокалорийная пища. Помимо правильного выстраивания рациона питания, это уже, скажем так, следствие того, что человек пришел к вам. Введение нового образа жизни, новых пищевых привычек. Но чтобы выйти из такого состояния, когда невозможно остановиться есть, нужны какие-то экстренные меры. Вот какие меры и методы борьбы с подобными зажорами, назовем их так, есть у вас? Ну вот как раз у нас действительно есть такие меры. Это суджок-терапия, я о ней уже рассказывала. Это постановка микроиголок, которые мало того, что останавливают аппетит, дают быстрое насыщение, убирают, кстати, тягу к сладкому. Невозможно съесть жирного, потому что от жирного после наших иголочек начинает тошнить. Это еще и лечебная методика, после которой человек себя очень хорошо чувствует. То есть бонусом еще другие поправки в здоровье, например, какие? Дело в том, что при постановке иголок у гипертоников нормализуется давление, абсолютно объективно снижается уровень сахара у больных с сахарным диабетом второго типа. Какие-то болевые ощущения проходят, и, конечно, появляется много энергии. Те, кто хоть раз пробовал иглорефлексотерапию, знают, сколько энергии появляется, какое прекрасное настроение, потому что при постановке иглы мозг начинает активно вырабатывать эндорфины. А эндорфины – это морфиноподобные вещества, это, по сути, гормоны радости. Много энергии днем, а к вечеру, наоборот, седация. И у тех, у кого проблемы со сном, эта проблема уходит. Люди спят глубоким здоровым сном, приходят и уже за это благодарят, говорят, наконец-то я высыпаюсь. Современный ритм жизни, к сожалению, предполагает под собой постоянный хронический стресс. В частности, ожирение частенько является последствием такого стресса. То есть можно ли подразумевать, что суджокотерапия помогает успокоить и нервы, и какие-то такие психологические проблемы тоже решить или нет? Нервы однозначно успокаиваются. Я еще раз говорю, седативный эффект после суджокотерапии ярко выражен. Более того, многие, особенно женщины, заедают стрессы, а как раз суджокотерапия решает эту проблему. Мало того, что человек успокоился, у него хорошее настроение, он еще меньше начинает есть, потому что, повторюсь, насыщение после иголок идет намного быстрее. Даже некое разочарование. Начинаешь есть, ощущение, ой, я уже наелся. Как правило, хватает салата поесть, чтобы ты уже чувствовал насыщение. И, естественно, человек перестает заедать свой стресс, расслабляется. И та привычка, которая формируется во время нашего лечения, она уже закрепляется. И люди, допустим, сейчас, перед Новым годом, мне даже звонят мои пациенты и говорят, в этом году не приду, я научилась питаться так, как вы сказали, и я держу свой вес. К сожалению, опасности в том, чтобы съесть лишнее пирожное, многие не видят. А вот к суджок-терапии, наверное, есть те люди, которые с опасением относятся. Расскажите о том, есть ли какие-то противопоказания и насколько это безопасная процедура. Суджок – абсолютно безопасная процедура. У суджока нет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. Все побочные эффекты – это как бонус к вашему здоровью. Я уже говорила, что и давление нормализуется. Уровень сахара приходит в норму у больных с сахарным диабетом второго типа. Щитовидная железа восстанавливается. А это ведь щитовидная железа отвечает за основной обмен. Ну и давайте все равно говорить о том, что ожирение – это неправильное питание. Поэтому если вы съели пирожное, ну и на здоровье ешьте его хотя бы в первой половине дня. И если уж вы его съели, ну либо походите больше, если вы не посещаете фитнес-зал. Ну как-то потратьте эти калории. И какие категории населения вообще ваши пациенты? То есть это чаще всего женщины или мужчины тоже приходят? Из какого возраста это возможно? Потому что детское ожирение, к сожалению, тоже в последние годы становится, детское подростковое становится большой такой проблемой. А вы правы. И даже можно не делать поправку на подростковое, потому что уже детское ожирение. И, к сожалению, скорее всего, вырастая, эти дети возьмут это ожирение во взрослую свою жизнь. Поэтому мы берем детей с того возраста, когда они дают нам поставить эти микроиголочки. Как правило, это дети после 6 лет. Но чаще всего после 10 лет даже приводят детей. Детям тоже помогает. У них, конечно, нет такой мотивации, как у взрослых. Если пришел к нам взрослый, все, он мотивирован на то, чтобы похудеть не только с эстетической точки зрения, но и с медицинской. А так, вот какая категория? Это и молодые девчонки, много пенсионеров, потому что у них уже проблемы со здоровьем выражены. Это артрозы, это гипертония, это сердечно-сосудистые заболевания. У многих сахарный диабет. И, конечно, когда они приходят, они получают настолько большую разницу в самочувствии, что вот такие пациенты потом к нам приходят уже за самочувствием. Говорят, так, мы уже вот прошел год, мы хотим повторить эту процедуру, потому что весь этот год, по сути, был таким хорошим для нас в плане здоровья. Лучше профилактически к вам прийти? Вот, допустим, скоро новогодние праздники, и лучше до Нового года сделать профилактические сеансы? Или если человек придет уже после Нового года с проблемой с лишними килограммами, то тоже можно? Когда лучше включать? Дело в том, что вот когда созрел мозг, тогда и приходите к нам. Единственное, хочу сказать, все, начались уже новогодние скидки, которые так ждут наши постоянные пациенты. Поэтому хотите сейчас приходите, ну, тогда для вас застолье будет абсолютно спокойным. Я по себе знаю, совершенно не хочется есть. Вот нет этого, как вы выразились, зажора. А хотите, приходите после Нового года, когда вы все справили праздники, и готовы уже начать приводить себя в порядок к весне. Кстати сказать, у суджок-терапии пролонгированный эффект. Если вес большой, это же вот когда говорят, я там похудел, у меня центривера на 50 килограммов, он же не за месяц у нас похудел. Это пациенты уходят, и в течение полугода все продолжает, продолжает уходить вес. То есть мы дали толчок, мы научили человека правильно питаться. И дальше человек сам уже контролирует и образ жизни, и образ своего питания. Ну, естественно, сами иголки нормализовали обмен веществ, и дальше уже процесс запущен, уже хорошо худеют. Помимо актуальности новогодних праздников и проблемы веса, сезон осенне-зимний – это всегда сезон обострения всех хронических заболеваний. В вашем медицинском центре замечательном есть методы борьбы с совершенно разными болячками. Расскажите, пожалуйста, еще, какие коронные, скажем так, у вас есть способы поправить здоровье? Мы применяем такой традиционный метод лечения, как герудотерапия. Во всяком случае, в Рязани, я думаю, что на пальцах можно пересчитать, где применяют этот метод. Пиявки в своем секрете, они содержат, ну, пишут так, 120 биологически активных веществ. И каждый из этих веществ направлен на то, чтобы поправить здоровье. Что касается постановки пиявок, это и гипертоническая болезнь, и варикозное расширение вен, это артрозы, это головные боли. Ну, достаточно много показаний для герудотерапии, и люди с огромным удовольствием активно пользуются этим методом. Кстати, посттравматические осложнения также очень хорошо лечить с помощью герудотерапии. Посттравматические – это, например, вот на днях был гололед, и БСМП наши пополнились. Совершенно верно. Ушибы, переломы, сильные порезы, когда сопровождаются отеком, пиявка сразу убирает отек. Более того, пиявка обладает тромболитическим свойством. Врачи знают, что после перелома может формироваться тромб, и даже иногда это приводит к летальному исходу. А пиявка рассасывает эти тромбы, и процесс заживления идет намного быстрее. Вот до такой степени, что мы видим, что на глазах, по сути, особенно когда большие порезы, и к нам посылают врачи с огромным отеком, отек, по сути, от сеанса к сеансу уходит, и уже к четвертому сеансу от этого отека ничего не остается. Знаю точно, что некоторые опасаются пиявок, потому что это больно, неприятно, и остаются какие-то, может быть, следы, может быть, еще какие-то опасения есть у людей, которые сомневаются, решится или не решится. Вот насколько это больно, и насколько вероятность велика, что пиявка, например, не отвалится? Ну, если не отвалится, мы ее уберем ваткой со спиртом, это однозначно. Что касается пиявки. Если у вас полное неприятие, и психологическое неприятие пиявки, вы и не придете к нам. А если человек настроен на лечение, очень многие перед тем, как к нам прийти, уже начитались в интернете и говорят, да-да, я хочу этот метод попробовать. И они видят эффект на пиявки. То есть эффект действительно замечательный. И такие люди абсолютно спокойно ходят. Более того, хроники к нам ходят из года в год. Прямо вот каждый год к нам приходит пациент на свой курс лечения. И вот эти пациенты тоже говорят, что год мы очень хорошо себя чувствовали. О пиявках вообще очень много положительных отзывов. Можно прочитать и в интернете, и услышать от ваших пациентов. Помимо каких-то внешних травм, внутренние, например, опухоли доброкачественные, действительно ли пиявка с этим может помочь? Пиявка прыскивает гиалурнедазу в чистом виде. Это фермент, который рассасывает миомы, кисты, аденомы. Что касается поликистозов, уже по окончании курса можно идти УЗИ, там от киста вообще ничего не остается. Что касается миом, мы, как правило, говорим, через полтора-два месяца идите, потому что там тоже кумулятивный эффект, эффект накопления вот этого лекарства. И пациент уходит через два месяца, там тоже достаточно хороший эффект. Еще одна проблема, но достаточно актуальная, к сожалению, в наш век сейчас, это бесплодие. И когда делали неоднократную попытку ЭКО, и ничего не получалось, вот нужно приходить на пиявки. У нас уже столько крестников, вот столько нам, да, к нам посылают, когда с неудачными ЭКО, все, ЭКО после пиявок всегда удачное. И есть уже много малышей, которые вот родились именно после того, как мамочка прошла, будущая мамочка прошла у нас герудотерапию. Мы очень рады вот за них. Ну и не могу не спросить о том, сколько приемов, сеансов длится стандартный курс. Понятное дело, что это индивидуально под каждого пациента подбирается, но все же, может быть, рекомендуемый какой-то есть курс? И герудотерапия, и суджокотерапия подельно. Что касается герудотерапия, минимальный курс лечения 6 сеансов, но, конечно, когда проблема выражена, все ходят полный курс, это 10 сеансов. Почему считается 6 сеансов? К 6 сеансу на герудотерапии практически все говорят, да, у меня улучшение, которое я вижу, и оно действительно, ну, его уже ощущают пациенты. Что касается суджокотерапии, ходит 8 сеансов. Большинству этого хватает для того, чтобы вот уже вес пошел, мы спокойно их отпускаем, но есть маленький процент, процентов 10 пациентов, которые очень медленно раскачиваются на суджокотерапии. Вот таких пациентов мы приглашаем через 3 недели на контрольное взвешивание, и бесплатно подставляем суджокотерапию. Это так называемая эндокринная плата, когда вес может постоять, а когда человек приходит через 3 недели, мы как будто толкаем эндокринку, и дальше вес пошел. И через месяц мы еще раз приглашаем пациентов, и когда мы видим, что результат есть, а он есть этот результат, вот тогда мы пациента абсолютно спокойно отпускаем. То есть это уже проработанная годами рабочая эффективная схема? Так и есть. Мы 26 лет работаем, поэтому вот что касается суджок, это действительно, вот на мой взгляд, та методика, которая срабатывает, которая дает прекрасный результат и в плане похудения, и еще и здоровья, вот даже ощущение здоровья дает. Ну и, конечно, сейчас надо приходить, потому что пациенты круглый год к нам идут хорошо, а в декабре мы просто делаем такой подарок, вот бонусы со скидками, поэтому успевайте в декабре к нам прийти. Да, не упустите момент. Ну а располагается медицинский центр по адресу улица Полонского, дом 19, корпус 1, город Рязань. Записывайтесь. Возможно, наше сегодняшнее интервью станет причиной, наконец, прийти для тех, кто сомневался. И еще одним дополнительным приятным бонусом новогодний подарок, скидки от Марины Николаевны в медицинском центре Веры. Вам спасибо большое, что пришли к нам в студию. До свидания. Спасибо, что пригласили. Всего доброго.